Друзья мои дорогие, всем добрый день! Кто в первую очередь привлекает нарциссов? Что это за такие идеальные потенциальные партнеры и партнерши нарциссов? Конечно же нет какого-то единого типажа и единого сценария. Большую роль играют то, насколько нарцисс или нарцисска ресурсен в данный момент, какие цели у этого человека стоят по жизни сейчас. Может тоже срочно замуж, например, надо выходить или жениться по каким-то причинам, или жить не на что, или еще что-нибудь. Конечно же большую роль играет в принципе возможность выбора, то есть насколько у нарцисса доступ, какому количеству потенциального ресурса есть. И как мы с вами видим на очень многих примеров, в отношения с нарциссами могут попасть как очень ресурсные, успешные во всех отношениях состоявшиеся люди. Так и, например, те, кто имеет серьезные проблемы с самооценкой, кто закомплексованный, да, и некие такие, знаете, хронические жертвы, они тоже могут попасть в эти отношения. То есть сценарии самые разные, разнообразие просто велико. В этом видео мы с вами скорее разберем такие, знаете, собирательные образы, такие типичные сценарии. То есть кто из вот этих вот ребят и девчат, которых мы с вами перечислим, как раз и вписывается вот в ту самую модель отношений, комфортную для нарцисса или нарцисски. То есть когда партнер выгодный, удобный, жертвенный, верит на слово, гиперответственный, такой, знаете, с фоновым чувством вины, прощающий. Схема на самом деле простая. Нарциссу удобно устроиться, нарциссу хочется поменьше вкладываться, поменьше брать на себя ответственности. Нарциссу хочется в этих отношениях там рулить, заправлять, делать так, как удобно этому человеку, диктовать свои правила. То есть да, все делать по своему усмотрению. А партнер принимающий, терпеливый, ждущий, то есть так называемый мудрый партнер. Кого нарциссы могут как раз вот и лепить и выкручивать под вот этого мудрого партнера, под вот эту самую удобную модель отношений, да, которые как нельзя лучше эгоистичные потребности нарциссов покрывает. Итак, типажи. Типаж первый, то есть который с наибольшей вероятностью нарцисса заинтересует. Это люди, в принципе, эмпатичные и сострадательные. Те, у кого много вот этого вот тепла, те, кто на это тепло щедры, такие люди соучастливые, да, сопереживательные. Те, кто, в принципе, верят, верят на слова, кто будут искренне, да, в каждое слово там вслушиваться и каким-то образом пытаться почувствовать, пытаться как-то вот влиться, да, вот в эту жизненную историю бедного несчастного нарцисса или нарцисски. Вообще, нарцисс плюс эмпат это парочка прям такая вот она сладкая, да, это связочка такая мощная, только сладко в этой паре именно нарциссу. Нередко после таких отношений эмпаты действительно выходят выгоревшие, выходят в полном нересурсе, немножко такие уже потерянные вообще, а стоит ли кому-то верить в жизни, может быть я зря вот в этом сценарии, да, своем живу. Следующий тип, который нарцисс, да, мимо которого нарцисто не пройдет, это люди, у кого проблемы с уверенностью в себе и самооценкой, особенно те, кто это как бы транслируют, показывают, да, зажатые, как-то вот кого-то сторонящиеся, которые на уровне вербалики-невербалики транслируют, что вы знаете, там, да, я вот такой весь неуверенный, человек, который сам может в этом признаться. На стадии демо-версии такому партнеру, нарцисс или нарцисска, как раз даст понять, что я укреплю твою самооценку, я вижу в тебе все то хорошее, чего в тебе другие люди не видят, веру в себя я тебе помогу укрепить, вот я буду рядом с тобой и у тебя все будет прекрасно, самооценка твоя вырастет, в общем, да, наобещают все что угодно и могут даже какие-то такие выпады сделать, после которых человек скажет, и правда, я вот в отношениях с этим партнером и мне так хорошо, я наконец себя любить стал, я себя ценить стал, вот что-то такое будет, но как только этот человек влюбляется в нарцисс, прикипает к нарциссу, все, тут же, да, щелчок и дальше человека втягивают в его же травмы, его же слабостью, его же игнобят и, конечно же, на вот этой заниженной самооценке партнера, нарцисс и будет ехать, нарцисс и будет вот этим вот пользоваться. Следующий тип это склонный к созависимости, то есть люди, которые привыкли о ком-то заботиться, кого-то спасать, кого-то переделывать, улучшать, ждать, при этом это тот тип людей, вот в данном случае, да, которые достаточно терпеливые, достаточно такие основательные, да, и, как правило, да, у них свои какие-то незалеченные травмы есть, и очень быстро такой созависимый входит в связку с нарциссом. Сначала влюбляется в идеальность нарцисса, потом, видя все вот эти пороки, видя все вот эти вот качели, думает, что получится как-то нарцисса отогреть, как-то вот помочь, как-то вот во все это вовлечься, и человек еще больше просто ко всей этой истории прикипает. Следующий тип это люди со слабыми личными границами, то есть те, кого просто, да, как-то подвинуть, подавить, кому сложно сказать нет, и этого человека просто взять под контроль, этому человеку просто диктовать свою волю, этого человека можно каким-то образом унижать, и он не всегда сориентируется, надо ли давать отпор, потому что он сам не понимает, а нормально это или ненормально то, что происходит. Следующий типаж это, знаете, такие доверчивые, очень чистые, такие, знаете, немного не от мира сего в хорошем смысле этого слова. Знаете, такие вот непуганные, не испорченные, да, люди, которые особо с грязью-то не сталкивались, например, росли в очень такой интеллигентной семье, где все было хорошо и правильно, или большую часть времени занимались там творчеством или работой своей, особо отношений не имели, или были в таких отношениях, где тоже с ними носились, как с хрустальными вазами. То есть люди с чистыми помыслами до конца, может быть, жизни-то и не знающие, и не представляющие. И, конечно же, нарцисс в образе рыцаря или в образе прекрасной принцессы входит в их жизнь и много чего им обещает, а там уже действительно эти люди оказываются в аду, и вот как раз вот такой типаж, они еще и далеко не всегда выкарабкиваются психологически из этих отношений. Для них просто становится ударным все то, что происходит. Следующий тип – это люди такие, знаете, с комплексом, с уязвимостью, причем с конкретными такими комплексами, со страхами, то есть есть какие-то болевые точки, есть болезненная уязвимость, и нарциссу, о, счастье, удалось вот это вот распознать, удалось вот это вот прощупать. То есть, естественно, нарцисс сразу дает понять, что я тебе помогу, я тебя буду спасать, да твоя травма, она не такая серьезная, да все у нас прекрасно будет. Но потом на это же нарцисс начинает давить, например, человек боится одиночества, или человек там комплексует из-за какой-то составляющей своей внешности. Естественно, нарцисс на это и будет давить, и будет запугивать этого человека одиночеством. Конечно же, вот те типажи, которые мы с вами перечислили, они могут быть объединенные. Один человек может в себе носить сразу несколько вот этих вот составляющих, а может быть только одна какая-то черта проявлена быть. Если вы себе эти черты видите, то помните, да, вы все равно в группе риска, да, и какой-нибудь деструктивщик-то к вам может прилипнуть. Поэтому отслеживайте свои проявления, будьте к себе добрые. Не знаю, что вам надо кардинально себя перекравить, но если вы понимаете, что какие-то ваши черты, они скорее вам мешают, они способствуют тому, что вашу жизнь, да, ну, не те личности притягиваются, то, конечно, есть что доработать. Конечно же, стоит свои поведенческие стратегии, может быть, где-то подкорректировать и быть осторожнее с тем, что вы там о себе рассказываете, что вы там о себе открываете. То есть помните, что нарциссы, они в своем вот этом вот подходе, они ведь нередко достаточно утилитарны, даже где-то примитивны, и они просто возьмут то, что удобно, то, что легко сломать, легко вылепить, легко каким-то образом под себя подогнать. Есть и противоположные истории, это та самая ресурсная жертва нарцисса, но у меня эфир на эту тему есть, и статья на эту тему есть, там тоже можете почитать, посмотреть. Друзья мои, если вам будет нужна моя помощь как психолога, как психотерапевта, буду рада видеть вас на своих онлайн-консультациях. Мои контакты внизу под видео, пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультаций. Всем пока, всем до скорых волнующих встреч!